Ну вот, начинаются мои трудовые будни. Погодка у нас так и шепчет. Займи, но выпей. Я бы даже сказала, много займи и много выпей. Вот, я готов к трудообороне. На мне сегодня настоящий душкан. Как говорила Эллочка, людоедка. Вернее, я бы сказала, настоящий натуральный чебурашка. Единственный эксклюзивный мех во всем мире. Нигде не продается. В общем, я в таком немножко пещерном виде. Со шкурой мамонта на мне. Да, хотя сегодня такая погода, что вот скорее резиновые сапаки и плащ надо. Ну, как бы, плюс шесть, вот как-то сырость, поэтому натянула на себя. Такую вот хири-мири-триандию. Еду на работу. Все, как всегда. Не знаю. Ну, исходя из такой погоды, то желающих на даче, наверное, мало будет. Хотя снег почти весь исчез. И поэтому... Ну, в общем, поживем этим. Такие вот пыла. Да, что не говоря, погода у нас слякотная. Слякотная, мокрая. Снег практически растаял. Хотя я, Нарва, вчера ездил к этому самому коцу во время своего перерыва обеднего входа. И я даже не знаю, как его назвать. Вот. Говорит, у них снега сантиметров 30, наверное. И он говорит, ну, прикольно, у вас, говорит, столько снега, а мы еще можем это самое в саду граблями погрызти. У нас еще вообще ничего нет, уже не осталось ничего. Да. И это самое, кстати, ну, как-то пришел... А, я, Илья начала заап говорить, когда, правда, не закончила. В общем, у него есть такой ап, который показывает, что мы как раз находимся на 74-м метре над уровнем моря. Вот. Вот так вот. Я думала, что метров 50, а тут оказывается аж 74 над уровнем моря. Ну, спросила у него, как в Дерамгедау, он говорит, плюс 72. Я говорю, а когда про Геотепал, то я и не спросила. Родители чуть повыше. А в Геотепале тоже много снега. И искусственного, и натурального, потому что... Выше. Выше, выше. Ну, тут уже ближе к Дерамгедалу, уже чуть побелее. Правда, снег страшно, конечно. Ну, что поделать. Вот, приехала на работу. Работа, работа. Передина, федо там. Вот, завтра ярмарка в Дерамгедале. В Бигдетюне. Ну, я якобы собираюсь. Ну, если будет такой дождь, то я не совсем уверена, что народ придет. Вот такие вот дела. Вылазить из машины не хочется. Дождь льет. Да, если будет дождь, то нужна палатка. А палатку мне брать с собой не хочется. В общем, завтра, в субботу, 23 ноября 2019 года будет ярмарка в Дерамгедале в Бигдетюне. С 12 до 16. Большая часть народ будет стоять на улице. Кто-то будет стоять внутри. Сделала я три шерфа. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. У меня есть мыло. Так что это будет полностью совершенно новое мыло. Вернее, как бы старая рецептура, но я еще не выставляла это мыло. И будут три абсолютно новых шарфика. Синий с желтым. Такой слух шибательный. Будет синий с черным. Даже, я бы сказала, турки с черным. Очень интересно. И будет бордловый шикарный палатин на 2,20 длиной и шириной метр. Шириной, наверное, 70 или 70-80 сантиметров. Неправильная. Так что, будете в Дрангеталь, заходите. Ой, погода капец. Там у нас лежит снег вдалеке. Один раз соскребли. Так, а я закрыла машину. У меня вечная эта самая. Закрыла. У меня вечная проблема. Закрыла, не закрыла. Ааа, все, пошла. Да, погодка так и шепчет. Льет и льет и льет. Плюс 4. Что нас ждет завтра, не знаю. Но на ярмарку надо ехать. Юда, юда, юда. Наверное, заеду я в магазинчик. Куплю чего-нибудь вкусненького. Так сказать, поднятия, для поднятия настроения. Вот, какой-нибудь апельсин. Апельсин, мандарин. Так, куда мы едем? Мы едем туда. Очень хорошо. Просто замечательно. Погодка, обнять и плакать. Лужи. Капец. Что-то, что-то некрасивое. Какие-то вкусняшки. Боже мой. Нам-нам. Решила купить такие эти самые факелы на завтра. И мне нужны еще... Так, сколько? Один, два... Десять. Беленькие, может... Или, может, не беленькие взять? Так, долго гореть? Они горят долго. Возьму-ка я эти суммы и ищу. Да, и вот эту возьму. Все. Разных три штуки. Это на завтра будет. Так сказать, красоту. Красоту. Сделаем... Спички. Спички у нас длинные. О, длинные спички. Что-то возьму с собой. Возьму я... Парочку этих суммах. Сделаю ленивое голову. Началась моя подготовка к ярмарке. Это надо выкинуть к ярмарке. Ну, в общем-то, это какая-то приличная барышня. Купила вот такие... Так, это... Завтра я их буду использовать. Значит... Это... Обычные эти самые... Прищепки. Так, как сегодня льет дождь. Очень даже завтра может помочь. Купила вот такие факелы. Тоже для завтрашнего дня. Еще купила вот еще одна. О, с легким содроганием. Большая свечка. У меня есть такая очень красивая шлотерация. Туда ставятся свечки. Зажигаются. И оно будет стоять в закрытом этом самом режиме. А, купила еще большие эти самые. Тоже пригодится завтра. Так, ну, пожалуй, это все, что может мне пригодиться завтра. Купила еще лимон. Сделать чай с собой. Как всегда купила резинки. Но, я не знаю. Мои исчезают со скоростью звука. То ли я их и теряю, то ли я их не знаю, куда я их и кладу. Так, немножко мандарин. Купила фарша. Купила муку. Несколько орешков. Это, так сказать, на случай голодного оберока. Если вдруг что-то, я сразу раз и закину в топку. Так, ну, все остальное как бы это. Ну, пятница. Священный день. Мороженое. Я думаю, что я его очень даже заслужила, это мороженое. Не правда ли? Вот. Я и так была очень примерной девочкой. Последнее время. Практически исключила весь сахар из организма. Ну, вернее, как бы он периодически... Это что такое? Периодически, конечно, попадает в организм. Но стараюсь исключать. Так, значит, часть я переложила в то, что взяла еще с работы. У меня там оставалось немножко мыльца. Такого антиаллергического. Шампунь его несколько кусочков. И... Кто-то едет по мылу или не едет. И одно последнее мыло, которое на руках было с этим самым просто... Посуда для посуды. Ты едешь, а ты не едешь. А, это там. Это параллельно. Вот. То, чтобы... Потому что у меня все основное мыло лежит в Крагеру на ярмарке. А мало ли что. Вдруг завтра кто-нибудь желает приобрести мыльце. Поэтому я забрала с работы. Потому что периодически кто-то проезжает мимо, то покупает необходимое. Ну, во всяком случае, те, которые я... В основном те, которые я... Это самое... Так. Ой, так. Что-то вы, ребята, все как-то так... Не пойми, что... Куда вы едете. Так. Один туда. Один сюда. Вот. Я сюда, наверное, сверну. Извини, друг, если я тебе планы по портелам... Так. Да, погода, конечно говоря, сногсшибательная. У меня тут пришла одна идея. В голову. Сейчас, если удастся, то... Воплощу в жизни. Снова бегу. В магазин. Вот такая... Народа моря. Все спеши. Монак. Мой подвиг не увенчался успехом. Поэтому... Сейчас я попробую еще сделать... Избегать... Вернее, съездить еще в один магазин. Если там повезет... То будет хорошо. А если не повезет... Ну, тогда будем решать уже... Так сказать... Проблема по мере поступления. Я вот думаю, если будет такой жуткий ливень... То даже если мы все придем на эту ярмарку... То какой дурак туда пойдет. Скажите мне, пожалуйста. Ой. Не знаю. Меня оно льет. Сегодня, конечно, это просто капец. Ну, конечно, есть такой плащ-плащ-палатка. Есть и этот самый... Палатка, которую можно поставить. Но... Я одна завтра буду. И плюс потом еще на работу. Я с этой палаткой ухайдокаюсь, как не скажу кто. Поэтому... Поэтому... Я прям даже не знаю... Плача руку. На сердце... Что из этого выйдет? Морженька подалась. Посмотрела на погоду... 70% что будет дождь. Поэтому... Сейчас еще... Сгоняю в один магазин. Я как раз от него приехала. Сосиски всякие. Хлебушек. Да, за 50. Вот. В общем, я нашла то, что я искала. С учетом того, что на завтра будет дождь. И сейчас дождь. Поэтому я так подумала, что я со своим мылом там... Хе-хе. Весь бигдетен будет в мыле. Поэтому я нашла вот такую штукерацию. Они, собственно, вот такие эти... Для тортиков. С крышками. Крышка в данном случае... Она снимается. Вот. Я могу сюда положить мыло. И накрыть сверху крышкой. Правильно? Правильно. Естественно, конечно... Просто так тащить не имеет смысла. Но, во всяком случае, оно хотя бы... Защитит мое мыло. От дождя. Вот. В общем, приходится, как говорится, Извращаться как только можно. А, еще купила этот... Ну, это у меня с чеком. Потому что я работаю на работе. И мне желательно те вещи, которые в магазине. Мы покупаем... Обязательно нужно чек. Чтобы не было такого, что я его по типу сворвала. Вот. Поэтому я чек прицепила на эту штукерацию. Думала, что тут мороз будет. А тут мороза, но никакого. Все. Еду домой. Еду, еду, еду домой. Никого нигде нету. Еду домой. Запаковываю остатки в машину. И завтра... Да. Погода, конечно. Да. И завтра еду на ярмарку. Я так решила. Я так решила приблизительно, что я буду делать, если что. Плащ у меня есть. Хорошая обувь у меня есть. Одежда подходящая у меня есть. Палатку я ставить не буду. Потому что я... Пока я ее поставлю, пока я ее сниму. Ну, нафиг. Тем более, что я ухайдоку не скажу, кто. И потом, опять же, это все... Все это мокрое закидывать в машину. И потом, где его сушить. Ну, вернее, как бы сушить можно в подвале. Но все равно его на сколько времени займет. В общем, поживем и видим. Что будет, то будет. А может, повезет. И они откроют. Потому что Бигдетюн это вообще... Это такое место, где стоят старые дома, собранные как бы в музей под открытым небом. Завтра покажу уже. Музей под открытым небом. И там старые дома, которые были построены в 1700, 1600, какие-то 1800. В общем, там убранство и так далее и тому подобное. То есть, если мне повезет, то я могу поставить все это дело в дом. Но с учетом того, что надо готовиться, хочешь мир, готовься к войне. Поэтому я готовлюсь к дождю и к холоду. А там, как получится, так получится. Потому что в прошлый раз меня спросили, подходит ли мне на улице или в доме. И когда была хорошая погода в прошлом году, то я стояла на улице. А как будет в этот раз, даже не знаю. Все, еду домой. Хватит. Как говорит товарищ девятым, хватит стучать глоткой. Ну все, я загрузилась. Ну, вернее, тут я не сильно-то и грузилась. Стол, стол. Пару этих самых. Все, можно с чистой совести. Пацаны. Вот эту штукерацию. Для свечек. Ой, нет, ничего не видно. Вот так вот. Нет, зацвечивается этот самый. О, помощник пришел. Что-то выполз на улицу. Тут дождь такой. Жуткий. Правильно, все закрыла. Вот, сидит моя муза ушастая. Вот, все. Здесь у меня скатерть и прочие штуки. Стол, стул, стул, плед, мадамка. Зонтик есть. Стол, стул. Нужен плед.